Когда на экраны вышел фильм о «Зоре здесь тихий», он покорил не только Советский Союз, но и весь мир. Старшина Восков стал национальным героем, а сыгравший его актер – народным любимцем. Но еще больший успех пришел к артисту после выхода киноэпопеи «Вечный зов», где он исполнял роль Кирьяна Инютина. Как складывался путь от мальчика из Иваново до лауреата Государственной премии СССР, он расскажет сам. Сегодня у меня в гостях народный артист России Андрей Мартынов. Андрей Леонидович, здрасте. Очень рада я вас видеть. Спасибо вам большое, что вы согласились прийти в программу, что вы сегодня мой герой. Ну, вы мой герой во всех отношениях. До сих пор, когда показывают «Вечный зов». Мы бросаем все работу, мы садимся к телевизору, мы знаем каждую реплику, которую скажет следом Кирьяна Инютина, и не можем оторваться. Потому что вот эта даль великая, даль бескрайняя, за околицей и в душе, как написал поэт, это то, что вам удалось нам, зрителям, показать так, как не удалось никому. Я заплачу. Я тоже с вами вместе. Вы родились в Ивановской области, правильно? В Иваново. Ах, в Иваново. В областном центре. Это было каторжное текстильное производство, еще со времен дореволюционных. Мой папа, он был инвалид первой группы по зрению, его даже не призывали во время Великой Отечественной войны. И поэтому он работал в системе ВОЗ, это общество слепых. Они с матерью заканчивали в 30-е годы рабфаки, рабочие факультеты, так назывались. Учительский факультет. Он учитель истории, а она учитель начальных классов. Вот их образование было такое. С детства я знал всех великих князей, царей, вот всех, всех. До сих пор могу вам перечислить всю династию. Кто когда умер, кто царствовал. Это все, потому что детская память это впитывало. И я играл, он историк. Он читал очень много, но читал он пальцами. Он из библиотеки, к папе идет с работы, значит, из этого клуба, где была библиотека ВОЗ. Где он в драматическом кружке играл спектакли, был театр слепых. И с детства меня мама водила на какие-то там премьеры. И как вот, я думаю, вот заученные мизансены, вот там граги. Как же он играл, не видел. Он чуть-чуть и видел. Он ходил без палочки, без всего, просто в очках. Мне в детстве никогда не казалось, что он слепой. Только потому, что он читал. Да-да-да, не как все, да, пальцами, да. И радио не выключалось в доме, и я воспитывался на радиотеатре. На постановке, да. Это был рассвет радиоискусства в нашей стране. Если мне поставить запись какого-то спектакля, может быть, сохранившегося в фондах радио, я узнаю голоса всех. Радио передавало и по трансляции концерты. Я знал всех певцов. Вот передаем по трансляции концерты с колонного зала Дома Союзов. Виктор Соловьёва с замечательным голосом говорил это. И там поёт Мария Петровна Максакова. И, значит, помню, я ещё молодушкой была. Или там Некрасовская тройка, что ты жадно глядишь на дорогу. Надежда Андреевна Обухова, Сергей Яковлевич Лемешев, Пирогов, Козловский, Михайлов. Я всех их по голосам, я знал ребёнком это всё. И если я учился не в первую смену, а во вторую, то утром вот все эти передачи в 10 часов. Театр микрофона. Театр микрофона вечера мы все слушали. Мы с отцом слушали «Горе от ума». Любимое моё произведение, которое я выучил наизусть. От начала до конца. Ой, молодец. Да. Читать не умел до школы. Но я заставлял читать тёток, всех братьев, ну, кто-то не попадался, ещё ребёнком. И в три годика моя тётя поехала в Москву, там, младшая сестра отца, и привезла оттуда книг-то. Русские народные сказки. Издание, как я помню, 48-го, по-моему, года. И мне безумно нравилась, там была сказка, называлась «Щи из топора». И я её наизусть вот выучил. Знал. И когда кто-то приходил, как всегда, на табуреточку встали. Андрюша встал на табуреточку, я встал на табуреточку, и всем рассказывал с наслаждением «Щи из топора». И сам смеялся, и радовался, что все смеются. Конечно. Потому что смешная сказка. Поэтому моё творчество началось очень рано. Я хочу, чтобы сейчас о вас сказала Екатерина Маркова, наша любимая. Да. Он необыкновенно эрудирован. У него колоссальный интеллект. Он прекрасно знает историю. То есть русскую историю он знает просто феноменальную. И я помню, он рассказывал, что когда он был маленький, он очень любил пересаживать цветы. И он не просто пересаживал цветы там во дворе где-то, в садике около дома, а у него каждый цветок – это был какой-то полководец. И то есть он, пересаживая его с одного места на другое, он как бы двигал армию. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Это правда, да. Придумщик. Был придумщик такой, да. То есть внутри меня я мог один играть. У меня игрушек не было. Да, конечно. Какие же игрушки? Какие игрушки были? Катушки из-под ниток, да? Маминых. Да. Когда она шила, нам всё обшивала она сама. И была матрёшка, которую купили на рынке, где было ещё две, то есть три матрёшечки. И это вот все игрушки. Мы все дети в окна ждали, когда сказали, сегодня будет кукольный театр в детском саду. Это такое было счастье. Все окна проглядели. Это было зимой. И вдруг мы видим, что от ворот детского садика, значит, по этой нашей дорожке к крыльцу, идут три человека на санях. Ну, что-то лежит на санях. И втроём они играли «Аладин и волшебная лампа». Я запомнил, спектакль произвёл громадные впечатления, потому что там вот этот джин, который в «Аладине», был артист в страшной маске, он вставал. Там из-за ширмы. Все умирали за ширмы. Он выходил, то есть вместе с куклами, он так их как мразил. Это было. Я сходил с ума. И дома я пытался сообразить. Мне даже брат пытался помочь сделать. Потому что у меня не получалось. Я вырезал там ещё вот это самое. Этих кукол. Но ничего не было другого, кроме вот матрёшек, катушек. И потом ещё и коробочки из-под диафильмов старых. Это всё были. Пузырьки из-под старого деколона. Это вот все были мои игрушки. То, что Катя рассказала цветы, я мог сидеть перед клумбой Анютиных глазок. И для меня это был двор. А я уже прочитал в то время там Емельяна Пугачёва. Вот у меня каждый цветок был персонажем. И я внутри, сидя, мог с ними, со всеми разговаривать и играть. То есть, мальчик сидит и молчит. На самом деле. Мальчик не молчал. Да, да. Мальчик создавал мир. Вот это фантазия. Вы читали это уже в школе. Рассказ Чехова «Конетей». О, это целая история. На клирсе стоит дичок от лукавин и держит между двумя вытянутыми жирными пальцами огрызанное гусиное перо. Маленький лоб его собрался в морщины. На носу играют пятна всех цветов. Перед ним на большой толстой триоде лежат две бумажки. На одной из них написано «оздравие», на другой «звупокой». Подобили бумажку и по ряду имён. Возле клирса стоит маленькая стуршонка с озабоченным лицом и котомкой спиной. Она задумалась. И начинается сцена. Вот вы можете прочитать. Это почти я. Это с детства. Вот, на клирсе. Сейчас, 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 сейчас. На клирсе стоит дичок. От лукавин. От лукавин. И держит между вытянутыми жирными пальцами огрызанное гусиное перо. Огрызанное перо. Маленький лоб его собрался в морщине. На носу играет пятна. На носу играет пятна всех цветов. Ну вот видите. Мне 73 года, да. А это я учил школьникам. И каждый с восьмого класса у нас были смотры художественных спорек. В каждом классе восьмой, девятый, десятый. Директор школы был замечательный. Он любил это и всё это поддерживал. Классная руководительница тоже. И тогда впервые я очень стеснялся. И вот я выучил этот рассказ. А дело в том, что у меня ломался голос. Это был не успех даже в школе. Это сидели все. Вся школа сидела. Это был обвал. Так вы ещё бы. Я был уже для школы заслуженный артист. Ещё бы. Андрей Леонидович, а вот расскажите мне, пожалуйста, в вашей жизни был Грибов, Алексей Грибов, великий, невероятный. И откуда в жизни вот этого ивановского парнишки, Андрея Мартынова, вдруг взялся Алексей Грибов? Дело в том, что когда я уже учился в десятом классе, я задумывался о том, никому не говоря, артистам надо. В Иваново приехал художественный театр с гастролием большими. Моя тётя купила, это всё стоило денег. Вот она покупала мне билеты на какие-то спектакли. И я, значит, ходил. А ведь голос Грибова я знал с детства. И мне вдруг, как проверить, так сказать, как-то в Иванове я никому не доверял. Ну, это провинциальный всё-таки театр. А я воспитан на звуке такого лучшего театра страны. И моя соседка, это подруга моей двородной сестры, у них единственный был телефон. А я никогда в жизни не звонил по телефону и не знал, как что-то делать. Вот она мне сказала. Да, Господи, очень просто. Сейчас позвоню в гостиницу. А гостиница была одна. Где ещё артисты могут быть в гостинице. И она позвонила прямо при мне из дома. И узнала, а вот, так сказать, Грибов проживает? Да, проживает. Она узнала телефон его, всё прочее. Я говорю, я... Она мне наврала анон от телефона. Я взял трубку и услышал до боли знакомый мне по радио голос. Алло, Грибово. И я стал что-то ему быстро-быстро что-то говорить. Он говорит, постойте, я ничего не говорю. Кто это? Что это? Я вот такой молодой человек. Мне хотелось бы показаться, чтобы он меня послушал, если есть возможность и так далее. И он мне сказал, ну хорошо, приходите завтра часов в одиннадцать. Тогда я ещё не знал, что одиннадцать часов – это актёрское как раз время просыпание. Просто раннее утро, да? Я пришёл в гостиницу первый раз в жизни. Я никогда не знал в гостиницу. Ой, это страх такой, ужас. Входишь туда. Я спросил, вот у меня, так сказать, как бы назначено. Я постучался в дверь и услышал опять тот же из-за двери голос «Ой, идите!» Я вошёл. И первое, что у меня бросилось, было запах ландышей. Это была весна. И вот этот запах ландышей и полированная красивая мебель, которую я в жизни не видывал. Он полулежит, так сказать, на кровати, ну вот, прислаясь к подушке, так сказать, в рубашке, в штанах. Вот. Ну, проходите. Я, значит, зашёл. Ещё не было семнадцати лет. Мальчик, прыщавый, какой-то нескладный, тощий, ещё не накопил тогда. Он говорит, ну, почитайте. А я вот это горе от ума, который я наизусть всё прочее, я всё в ролях. Да, да, да. И этими голосами, и этими голосами, и всё прочее. Взял какую-то сцену бала, естественно, где много действующих лиц. Это ужасно вообще было. Он послушал, говорит, спасибо. А вы понимаете, что вы читаете? Я говорю, ну, как же я? Конечно, я понимаю. А мне кажется, что вы не понимаете, что вы читаете. У меня был на первое место как бы звук. Конечно. А не мысль. А не мысль, да? Я не мог это даже... Я же не учился. В голову взять, конечно. В голову это взять и всё прочее. И он сыграл такой этюд. Прямо здесь же. Прямо здесь. Он на кровати, вот он полусиня, он недавно проснулся. И он просто, глядя куда-то, стал что-то разговаривать. Я думаю, может, кто-то вошёл и оборачивался. Нет, он разговаривает с пустым углом. Он мне показывает, что... Как это можно? Как это можно? Общение, даже если нет человека, ну как это разговаривать? Он говорит, я не педагог, мне трудно судить. Я говорю, вы знаете, я слышал... Это было так... Так замечательно. Ну, я не знаю, какие слова я... Ну, как ребёнок. Был спектакль, радиоспектакль по Некрасову, почти неизвестная пьеса, называется «Осенняя скука». Барину скучно, воет пурга, и он издевается над мальчонкой, над поваром и так далее. Вот это самое. Грибов гениальный, совершенно играл. Там всё было, что... А я разве приказывал тебе подавать мне грибы? А сам он жрёт эти грибы. Жрёт их, да-да-да. Ест, ест, я тебе грибы не приказывал. А это что, не грибы? И он всё жрёт. И это было так замечательно, так потрясающе. И вдруг Грибов... После того, как я ему устал отстаивать свои впечатления, посмотрел на меня чуть-чуть каким-то другим глазом. Сентиментальность, воспоминания. Это не страшно. Это не страшно. И я понял потом, что он понял, что у этого мальчика есть вкус... Вкус, да-да-да. Понимание, да. И он мне говорил, он ничего не сказал. Говорит, я не педагог. У нас есть вот в театре педагоги, которые в школе-студии преподают. Преподают, да. Вы приходите в 6 часов вечера к служебному художному театру. Я как его увижу. И он мне всегда говорил, Сергей Гиппетович Блиников, выдающийся артист художного театра, он педагог. Он говорит, Сергей Гиппетович Блиников. Я пришел в 6 часов, одел другой костюм. А у меня всего было два костюма. Думаю, значит, надо как-то вот... Ага, ага, еще улучшится. И вот я стоял, и он ровно, потому что там от гостиницы было, не знаю, 100 метров до служебного входа, он ровно, вот, чтобы полседьмого быть за полчаса. Ну вот он пришел, он говорит, а он пришел, да, ну пойдем. И мы вошли в этот служебный, значит, вестибюль. Он говорит, подожди здесь. И он ушел в какие-то тайны туда, театрального закулисья. И буквально через 5 минут он выводит высокого молодого человека, красавца. Я обратил внимание, что у него лицо такое красивое, с румя... Это в гриме, я не понимал, что это в гриме. А спектакль был «Горячее сердце», знаменитый. Знаменитый, да, 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 Островский. Он преподавал в школе-студии, был педагогом. Он его встретил на пороге, ты преподаешь, он говорит, да, иди со мной сюда. И вывел его, значит, ко мне. И он говорит, вот, посмотри этого. Мальчика. Мальчика. Короче говоря, вот таким образом, вот, я, значит, с живыми артистами, которыми... А канитель, я хочу еще сказать, что это послужило мне громадной, когда меня призвали в армию из института со второго курса. И я попал как раз в тот момент, когда главное политуправление объявило конкурс самодеятельности армейской. Начальник политотдела, все там майоры, там, подполковники, все сидят в зале, как комиссия отбирает. А я вышел, думаю, Чехов, канитель. И прочитал канитель. Короче говоря, эта канитель пользовалась на протяжении трех лет моей службы, а потом была самодеятельна сам, таким успехом, что член военного совета. Это можете говорить, генералыч, что такое член военного совета? Это уже Ташкент, это уже Средняя Азия. Меня вызывали... Чтоб читал. И все время они заказывали. Я мог там что-то другое. Но хотели всех канитель. Хотели канитель. Поэтому канитель сыграла очень большую роль. Андрей Леонидович, вы после армии вернулись в ГИТИС, да? Да, на второй курс. Вы вписались просто вот в эту новую театральную жизнь, но старую. Нас почему-то ждали. Я думал, что это все забылось. Там педагоги... Но кому... Второй... Это даже не первый курс, а второй. Значит, нас прикрепили к Варваре Алексеевне Вронскую, который был курс. Четыре мальчика, значит, на один курс, и четыре мальчика на другую. Я хочу, чтобы сейчас сказал о вас Юрий Ерюмин, который ваш однокурсник. Юрий Иванович. Юрий Иванович. Да. Когда он поступал, он же как бы не из красавцев. Но вот педагоги сразу в нем почувствовали не только человека, способного играть простаков, там какие-то комедийные роли, характерные роли и так далее. Вот наш замечательный учитель Павел Хомский в дипломных спектаклях, сразу в двух, доверил ему просто главные роли. Он играл главную роль в глубокой разведке Крона, и он играл замечательного Мышлаевского в «Днях Турбинных». У него одно есть свойство. Он сам из интеллигентнейшей семьи. И сам он высокообразованный, размышляющий, философского склада ума человек. Очень умный. Но роли он играет довольно, как бы так называемых, простых людей. И вот это, на мой взгляд, и есть перевоплощение по-настоящему. Вы же знаете, что женщины любят не красавцев. Они любят внутреннюю мужскую силу. Она в нем есть. Он доказал это в жизни и доказал, естественно, в своих сценических образах. И как он может сыграть любовь? Невероятно. Просто человек, который никогда не был обжегшись любовью или не воспылал кому-то, это сыграть просто невозможно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, Юра. АПЛОДИСМЕНТЫ После института вы оказались в ТЮЗе. Правильно я понимаю? Да. В ТЮЗе работала герой Игоря. Лилия Хеджакова, Тамара Дегтярева, Чурикова. Там был Игорь Старый Генн. ТЮЗ гремел. Мы были студенты. То есть это такое счастье, что в московский театр... Театр, да, да, да. Ты еще не закончил институт, а студенты тебя приглашают. Тогда нужно было готовиться в столетие Владимира Ильича Ленина. Ленина, да, да, да. И все театры, и все, там, не знаю, цирки, и бог знает кто. Все должны были ставить спектакли на ленинскую тему. Про Ленина, да, да, да. В жанре драмтеатра Хомский взял сценарий Каплера «Грозовой год». И он мне дал роль не просто московского, а роль эсера Новикова, который вместе с Каплан делают эту мерзость вот на заводе Михельсона с текстом и со всем прочим. А Эфрос и вот этот знаменитый спектакль «Дорога», он откуда взялся? Дело в том, что, значит, вот я отработал, значит, в «Тюзе», потом, когда меня утвердили, вот на «Зоре», а на «Зоре» здесь тихие. Я уже сыграл, значит, картину, она была смонтирована, она еще не вышла на экраны, но она была готова. То есть «Зори» уже были. Уже «Зори», это 72-й год. Конечно, в театре мне давали возможность. Пришел Раллан Быков, он работал раньше в «Тюзе», он хотел поставить униженные, оскорбленные там Достоевского, мне тоже дал роль. И что мне дорого, вот сейчас я вспомнил, на банкете после премьеры «Зорь» в «Доме кино», и мы все сидим уже, все там начинаются, тосты, там, выпивка. И вдруг скребется в дверь, значит, рука, закрытая, естественно, там, не знаю, на палку, чтобы никто не лез в этот ресторан. По скребу там официантка поняла, она запряткала дверь, и голова Раллана Быкова. Угу, просунулась. Да, и он, значит, тихонько, а Ростовский так, наверное, проводит за глазами. «Раллан, ты, может, к нам присоединишься? Сядешь, все про что?» Он говорит, нет, нет, нет. И он в газетке вынес то, что ему, так сказать, нужно было вынести. И дверь, уже закрывая, он сказал, я поздравляю вас с прекрасной премьерой. И особенно этого замечательного артиста, он имел в виду меня. Я как Раневская, помнишь, в драме? Это у меня чисто биографическое. Еще раз сейчас давайте послушаем Юрий Иванович Еремина. Он еще самый прекрасный душевный человек, добрый, отзывчивый очень. У него душа, знаете, очень чеховского какого-то героя. Тонкого, умного и глубокого. Я думаю, что он был бы великолепным и Вершининым, и великолепным Астровым был бы, понимаете. Что-то у него есть такое глубоко чеховское. Очень жалко, что он ушел из театра. Театр ему, очевидно, не давал то, чего он должен был. Последняя его блестящая работа у Ефроса в театре на Малой Бронной Чичикова. Вот, просто он блестяще играл. Играл очень по-своему. Играл по-мартински по-своему, внеся черты в этот характер, опять какие-то ноты, я бы сказал, жалостливые, какие-то психологические, какие-то очень нежные в этот довольно определенный финансовый образ Чичикова. Павел Иванович Хомский вот в наш театр вот звал бесконечно «нет, нет и нет». Спасибо, Юрий Иванович. Андрей Леонидович, а почему вы ушли из театра-то вот после Ефроса? Такого успеха этой дороги? Дело в том, что это тоже отдельная история. У нас в нашем фильме снимался такой замечательный народный артист Чернов. Я ему говорю, вот как это вообще все? Он говорит, это театр на Малой Бронной. Да у меня же друг, главный режиссер театра Дунаев. Ефрос не был главным, он был очередным режиссером после истории с Ленкомом. Я говорю, позвоню Дунаеву, мы же с ним в Воронеже работали. И я очутился в театре. И с Ефросом уже познакомился. Я подошел, говорю, сейчас ваш новый артист. Можно мне присутствовать у вас на репетиции? Он говорит, пожалуйста, он всех пускал. И он тогда репетировал Дон Жана, великий спектакль. И он мне дал маленькую роль. В этом спектакле. А потом уже, мне пришлось, когда Николай Николаевич Волков там в силу ряда обстоятельств ушел в другой театр, некому было играть. Вот 60 человек труп, а я должен играть под колесино. Эфрос не хотел и все прочее, но мне пришлось играть. Раз 100 сыграл под колесино. А потом тоже некому было играть. Вот 60 человек, а играть некому. А он меня не любит и не хочет и так далее. А мне пришлось играть Чичикова. И потом я понял любовь Эфроса. Когда я репетировал, мы с Мишей Казаком, он от автора, у нас самый главный текст. И когда он понял, что вот то, что вот он и это получается, и я понял, а режиссер влюбляется в артиста. После того, как Эфрос все-таки полюбил вас, почему вы ушли? Вот внешняя сторона театра, успешного театра, одна. Несем святое, правду, психологическое, тонкие кружева, психологические рисунки и так далее. Вот когда выходим на сцену, вот ты вышел за кулисы, вот ровно 3 сантиметра, вот за кулисы, и уже совсем другая жизнь. Это ужасно. То есть то, что ты как бы пропагандируешь искусством... И несешь со сцены. А вот через 3 сантиметра, когда ты спустился со сцены и все прочее, это называется уже другая жизнь. И это меня убивало. Поэтому не хотел. А после Эфроса невозможно было идти ни в какой театр. Это я понимаю. Он никогда ничего там не хвалил и все прочее. Но такой поступок. Я снимался в «Синдикате», да, в таком фильме. Да-да-да. И мы должны были снимать в Париже. А в этот момент уже на выпуске была «Мертвые души», дорога спектакля. Я пришел в дирекцию и сказал... А я понимал, что вместо меня никого уже... Ну да, ну да, не возьмут, это невозможно. Да, это ноябрь, а в декабре это последний срок, иначе мы не выполним план и так далее и все прочее. Я сказал Когану, Эфрос присутствовал, я говорю, вы можете, так сказать, как угодно меня увольнять. А уволить меня было нельзя. Я уже в то время был назначен членом комитета по ленинским и государственным премиям СССР по области литературы и искусства в архитектуре представителей министров СССР. Потому что я был молодой лауреат государственной премии. Вот в Зазоре, да? В Зазоре мне дали государственную премию. Я был лауреатом еще премии Ленинского комсомола, и мне надо было печатать, что я государственную премию ставил лауреатом Ленинского комсомола. Ездили ставить и так далее, и все прочее. Я хочу поехать в Париж. Единственное, что обещаю, я понимаю, я поеду не на 10 дней, наступив на горло себе, я поеду на 7, на неделю. А 3 дня это суточные, между прочим. Но он отпустил, да, Эфрос? Они вынуждены были это сделать, потому что они посмотрели друг на друга. Но вы же ничего не нарушили, никакие планы. Нет, никакие законы, ничего прочего. Мне даже очень высокие люди говорили, когда меня однажды Эфрос не выпустил за границу, сказал, нет, ты будешь играть в премьеру. Я говорю, да это ерунда, там Толис Пивак, он прекрасен, сдает его второй состав, он знает, как это. И я послушался его, а у меня уже билет был. Эфроса послушался. И я, так сказать, долго сидел и думал, ну что, я позвонил в Исканинскому, я не могу. Они меня прокляли, потому что все, нужно было запасного человека. Конечно. И билет не куплено за границу, все времена, визы и так далее. Конечно, конечно. Тем не менее, он, значит, а тут он сказал, я буду за тебя репетировать, ну вот, когда ты приедешь, и все прочее. И я, естественно, уехал. Потом, когда уже спектакль прошел, я уже, когда репетировал, это было так трудно, зажать себя и отдаться, так сказать, там, образу, спектаклю, зная, что я уйду. То есть внутри я уже знал, что я уйду. Я останусь. Ну, я должен был сыграть, я не должен подводить, и хотя бы этот сезон дырять. Я хочу все-таки, чтобы мы посмотрели кусочек из фильма «Азори здесь тихий», потому что мы говорим о нем, а кусочек еще не посмотрели. Ну что, взяли? Взяли, да? Пять девчат, пять девочек было всего-всего пятеро, и не прошли вы! Никуда не прошли! Сдохните здесь! Все сдохните! И лично каждого убью! Лично! А там кусуют меня! Пусуют! Вам здесь 26 лет, и фильм имел успех совершенно оглушительный. До сих пор на все праздники, на все годовщины всегда показывают «Азори здесь тихий» вот эти, которые снял Ростоцкий, и где сыграл Андрей Леонидович Мартынов. Вот что я хочу спросить. А вот этот свалившийся на вас успех этого фильма изменил что-то в вашей жизни? Ничего не изменилось, меня никто не узнавал. Да ладно! Потому что я на улице никто. Я шел вот в театр Малой Громы. Мне кажется, вас не узнать невозможно. Нет, вот у меня же усы я сбрил, и я был совсем молодой. Да-да-да, я знаю, у нас тоже были заготовлены даже усы. Просто молодой пацан. И все. Мы же с Ростовским как договаривались? Я по-другому должен говорить в картине. Вот и усы отрастить, чтобы другая конфигурация. Свои, потому что там же много беготни, все это приклеивать постоянно, это невозможно. У тебя отрастут усы? Я говорю, отрастут. Они у меня быстро растут. Вот сейчас ни черта не растет, когда надо. В те времена все росло. Поэтому, Танечка, меня никто на улице не узнавал. Ну, кроме, так сказать, каких-то знакомых, людей, которые меня знали, там, так сказать, по театру или там еще где-то. Давайте Катю Маркову послушаем еще раз, Галю Четвертак. Хорошо. Сложно давалось все, потому что это была его первая роль в кино. У всех-то там роли были, конечно, непростые. А уж такая роли, на которую Андрею досталась, это было совершенно что-то невероятное. Но он работал как сумасшедший. Конфликты бывали, это естественно. И Ростоцкий, он был недоволен тем, как Андрей бросает гранату. Я просто говорила Андрею, что нужно ходить на речку и бросать камни. То есть вот с тем разворотом, которого так хотел Ростоцкий. Чтобы если человек бросает, то он ее бросает уже просто, желая уничтожив при этом максимум врага. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю, Екатерина Георгиевна. Потом была роль в «Вечном зове». Тогда, когда этот фильм вышел, казалось нам, всем, кто его начал смотреть, что это нечто немыслимое. Это такая эпопея. Улицы пустели. Ну, это вот как вот тогда сериалы были, вышли до этого, в 18-м году. Любили наш народ, любил отечественные. И умели снимать. И умели снимать, совершенно верно. Я сейчас удивляюсь. Каждая серия была как полуторачасовой фильм. Абсолютно точно. Снимали на пленку. А как долго это снимали, Андрей Леонидович? Это 10 лет получилось. Ну, с перерывом. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты не гляди, что я не шибковидный снаружи. Ты вовнутрь загляни. Я внутри красивше. Я знаю. Ты всегда мне глянуться будешь. Всю жизнь мою. Я верный. Анфис, я замуж тебя хочу. Ой. Стыд-то, стыд-то какой. А об каком еще замужестве ты говоришь? Не хочешь сейчас, не надо. Хочешь через год, через два, через три. Не только, чтобы ты знала. А музыка какая. А музыка какая. Афанасьева, да. Слушайте, а после этого фильма стали узнавать? Наш зритель Кирьяна очень любил. Потому что мне на протяжении, так сказать, моей довольно большой жизни приходилось встречаться с людьми, которые мне просто... И мужчины, которые говорят, ты знаешь, когда показываешь... Я рыдаю, говорит мне. Человек уже с бородой. Взрослый, да, да. Ну вот эту сцену, где он от нее, этот Кирьян, убегает, чтобы она все-таки его не нашла, потому что он не хочет быть никому обузой, ее вообще смотреть невозможно. В искусстве, в драматическом, в кино все состоит и в драматургии, вы, как писатель знаете, и встреч, и расставаний. Вот эта маленькая сцена встречи. И она, может быть, действительно стоит роли какой-то и так далее. Это встреча. Просто встреча. Я хочу, чтобы сейчас сказал человек, с которым как раз у вас тоже произошла встреча на этой картине, Владимир Краснопольский. Это народная драма. Ощущение народности, мудрости, силы, энергии, патриотизма. И, естественно, мы с Валерием не сговаривались, что надо брать, обращаться к Андрею. У нас, по-моему, даже разговор шел о том, чтобы без проб взять. В нем есть та русская, с одной стороны, простота, широта души, и в то же время есть какая-то внутренняя, спящая в нем сила. Он актер многоплановый. У него есть, понимаете, ощущение, что не одной краской работает, а у него много. Он с этим так, с этим так, с отцом он по-другому. Ему сам автор Иванов дал блестящую роль. Спасибо, Владимир Макарович. Кстати, сказать это, я понимаю, что краснопольский режиссер этой картины, а я зритель этой картины, да, а вы артист этой картины, но вот этот момент очень важный, потому что действительно этот ваш Кирьян, он на протяжении, во-первых, фильма, а во-вторых, в каких-то ситуациях и в отношениях он все время очень разный. У меня был, только родился сын, здесь вот в Москве, тогда еще жил далеко, и врач, которая приходила к новорожденному, когда я открывал дверь, она мне говорила, ну и что ты себя ведешь? Ты мужик или не мужик? Стукнул бы ей по башке, и все, что ты смотришь на этого, этого самого, это с передоном. Вы понимаете, я терялся, потому что, то есть думаю, ну она же образованный человек, понимает, что она к ребенку моему идет в дом, она же понимает, что это кино, что это все. Вот она примерно так разговаривает, и что ты тут разинурод? Да я бы, туча-муча, вот так вот, понимаете, это меня поразило, вот это признание. Это признание, абсолютно точно. Еще одно признание сейчас, давайте послушаем, вам в любви. Андрюшенька, дорогой, я тебя безумно люблю, ты это знаешь. И наша любимая песня, какая, Раунсик, вечная любовь, она у нас с тобой непроходящая. И как здорово, что мы так идем за ручку, взявшись по жизни с тех далеких-далеких 72-х годов. Столько пережитый, ты преданный, замечательный, прекрасный друг. Ну, это, что тут говорить о друга. Андрей Леонидович, вот с вашей точки зрения, почему сейчас сериалов снимается тьмущая тьма? Ну, почему ничего так не берет-то за душу? Я думаю, что самое слабое звено сценарий, вот современный, потому что о чем, как, что, должна быть какая-то мысль проведена. А вот это тиражирование из серии в серию и так далее. Бывает, очень нравятся там народу какие-то вот убийства, там, сериалы, милицейские и так далее. Я не хочу сказать, что это какой-то окончательно ужасный такой какой-то кризис у нас и так далее. Я сам уже ничего не могу, конечно, в силу вот таких физических своих недугов. вот, но могу аплодировать и даже плакать перед экраном, если меня это трогает, понимаете? Так что у меня есть какая-то доля оптимизма в этом направлении. Это прекрасно. Спасибо вам большое, Андрей Леонид, спасибо за свое обрешение. Я желаю вам хорошего настроения, я желаю вам плакать перед телевизором, если вас трогает что-то, что там происходит. Спасибо. Спасибо вам. В который раз убеждаюсь в том, что для того, чтобы сыграть глубокую роль, необходимо иметь высокую душу. Тому подтверждение Андрей Мартынов. И я уверена, что мы, зрители, никогда не сможем поверить никакому другому Федоту Воскову и полюбить другого Кириана Инютина.